Якутия не оплачивают коммунальные услуги по льготному тарифу. Государственный комитет по ценовой политике республики разъяснил ситуацию с рейтингом регионов России. Согласно по счетам, Якутия оказалась рекордсменом по дороговизне коммунальных услуг. Однако информация преподнесена не совсем корректно, поясняют в ведомстве. Сколько же на самом деле оплачивают жители республики за коммуналку и насколько подорожают платежи после 1 июля, выясняла Саргалана Захарова. Республика возглавила рейтинг регионов страны по стоимости коммунальных услуг. Такая информация появилась в инфорум-агентствах Якутии. Согласно приведенной статистике, цена установилась на уровне 357 рублей 67 копеек на квадратный метр жилья. Также в лидерах оказались Магаданская область и Чукотка. С одной стороны, сухие цифры статистики в очередной раз не солгали. Однако здесь речь идет об экономически обоснованных тарифах за коммунальные услуги, то есть их себестоимости. А она намного отличается от реальной цены, которую сегодня оплачивают якутяне. Природно-климатические условия, транспортная схема наша, низкая плотность населения. Это все сказывается на том, что себестоимость производства коммунальных услуг, она и не может быть низкой. Но при этом нужно понимать, что у нас устанавливаются для населения льготные тарифы. И это всего одна третья от себестоимости услуг. Оставшуюся разницу покрывает бюджет республики. Так, только в прошлом году на эти цели было направлено 19 миллиардов рублей. Кроме того, как комментируют в госком цене, если бы люди и вправду оплачивали по себестоимости, то платежи были бы и по 20 и по 30 тысяч рублей в месяц, в зависимости от площади жилья. Но на сегодня картина сложилась следующим образом. В городе за благоустроенную квартиру площадью 63 квадратных метра жители в среднем оплачивают чуть больше 7 тысяч рублей. А после 1 июля цена возрастет до 7 тысяч 443. На порядок меньше платят за 48 квадратов. В частном секторе за дом с подключенным газом в среднем выйдет 5,5 тысяч, а с печным отоплением на 300 рублей дешевле. Что же касается сельского населения, то они сегодня платят за различные виды жилья на 1000 и 2000 рублей меньше городских жителей. Подорожание после 1 июля у них произойдет в среднем на 300 рублей. Мы решили узнать, сколько же на самом деле оплачивает якутияне за коммуналку из первых уст. Около 5 тысяч. Где-то 3,5 июля. За квартиру 7. Я из Солюкминского района. Где-то около 900 рублей. 8 тысяч. Стоит отметить, что размер платежей зависит еще и от самих потребителей, ведь счета выставляют за израсходованные киловатты и кубические метры. А благодаря современным технологиям способов экономить все больше. Даже одна энергосберегающая лампочка внесет свою лепту в сохранении семейного бюджета. Саргалана Захарова, Александр Жуков, НВК САХА, Якутск.